Здравствуйте! Вы смотрите «Диалог». Сегодня с гостем в студии мы будем говорить о жизни Брагинского района. Присоединяйтесь. Присоединяйтесь. В этом году стал директором Храковической средней школы Брагинского района на нынешней должности с 2015 года. Вопросы гостю студии вы можете задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Николай Васильевич. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Один из фактов вашей биографии не могу не отметить. Вам не было еще 30 лет, когда вы стали директором школы. Вам не страшно было такую ответственность на себя принимать? Конечно, не страшно. Если я чувствую себя силой, нужно организовываться. Удавалось находить общий язык из коллектива? Мы с родителями. Вы были младше, наверное, большинства из них в это время. Удавалось. Вопросы решались. Возникали, конечно, бывали проблемы. Но нет безвыходных ситуаций. Вы преподавали историю еще, кроме того, какой-то период в вашей педагогической деятельности. Я вас сейчас попрошу вспомнить одну из самых важных дат в истории Брагинского района. Это 23 ноября 1943 года. Дата освобождения. Одна из самых важных. Какие сведения сохранились об этом периоде? Ну, во-первых, Брагин один из первых городов, который был освобожден в нашей республике Беларусь. И в освобождении Брагинского района и Комарина участвовало две стрелковые дивизии. Одна – это танковая бригада Белорусского фронта, партизанская – это от Котовского. Это был очень тяжелый период для Брагинского района, потому что за этот период чрезвычайной комиссии Советского Союза было установлено, что более 8 тысяч человек было расстреляно. В одном Брагине около 8 тысяч было расстреляно. За освобождение Комарина и Брагинщины удостоено звание Героя Советского Союза 398 человек. Мы понимаем, что это были очень жестокие бои, потому что от Комарина до Брагина шли два месяца. Наша задача, задача потомков – сохранить эту память, святую память действительно об этих днях и о людях, которые нас освобождали, освобождали родную землю. Сегодня в Брагинском районе живут ветераны и свидетели этих событий? Да, живут. Их, конечно, осталось немного. У нас осталось 10 ветеранов Великой Отечественной войны. У нас осталось 4 совершеннолетних узника, 24 человека, которые относятся к категории «дети войны». Все эти люди не остаются без внимания. Все они посещаются. Все, конечно же, 23 ноября будут чествоваться. Низкий поклон всем людям, всем ветеранам, всем, кто завоевал для нас мир, возможность жить на родной земле. 23 ноября. Какие мероприятия вы планируете провести? Наши мероприятия начались с 23 сентября, с первого большекрупного населённого пункта. С Камарина. И эти мероприятия идут уже 2 месяца постепенно при освобождении каждого малого населённого пункта от Камарина до Брагина. Это мероприятия, которые проводятся и в учреждениях образования, и уроки памяти, и акции памяти, волонтёрское движение, приведение в порядок наших памятников, воинских захоронений, выставки, мероприятия, проходящие в учреждениях культуры. И, конечно же, эпогеем всего, это будет, конечно же, торжественный день 23 ноября в Брагине. Это будет тоже возложение, это будет митинг, это будет участвование наших ветеранов, это будет торжественный концерт. Поэтому выставки, посещение музеев, поэтому это будет, думаю, достойный день для того, чтобы как можно больше сохранить в памяти тот период. У вас появилось ещё одно памятное место, это Аллея Славы, открылась в Брагине, и наверняка там тоже теперь будут проходить торжества? Конечно же. У нас появилось, благодаря благоустройству, которое проходит в Брагине, у нас появились Аллеи Героев, где размещены жители и выходцы из Брагинского района. Это Герои Советского Союза, это Герои Труда, это Кавалеры Ордена Труда. Сохранить историческую память и правду, и донести её до будущих поколений – это сегодня одна из важнейших задач. Конечно же, очень многое здесь зависит и от позиции власти. Вы знаете, среди огромного количества вопросов насущных, которые нужно решать. Вот удается находить время, чтобы и этому уделить внимание, потому что это забота о нашем будущем, о том, какие вырастут дети. От этого зависит то, как все мы будем жить спустя 20, 30, 40 и более лет. Что предпринимается в направлении патриотического воспитания? Ну, во-первых, народ, который не помнит своей истории, не знает своих корнях, у того народа нет будущего. Поэтому, тем более в этом году, в году 75-й годовщины освобождения нашей страны, необходимо прилагать все усилия. Мы прилагаем эти усилия через образовательный процесс. Как я уже сказал, повторюсь немного, это через уроки памяти, через акции. То есть активно работают учреждения образования, учреждения культуры. Активно работают наши общественные организации, ветеранские, Белая Русь, БРСМ активно работают, проводят мероприятия. Встречаемся, работаем с призывниками. Встречаемся. То есть, в этот период мы работаем с нашими молодежью, с нашими детьми, чтобы историческая правда, она осталась у наших людей, сохранилась, и они знали о ней. Ну что ж, я желаю вам с успехом провести все запланированное. Поздравляю еще и жителей Хойницкого района, да, соседей, потому что у вас-то дата такая же, тоже 23 ноября. И хотел бы перейти к следующему вопросу, уже который немного мы затронули. Осень, как период благоустройства, а в Брагине в этом году период благоустройства длился практически весь год 2018. Так вот, насколько уютнее, комфортнее стал город, узнали наши корреспонденты. Давайте посмотрим сюжет. В это даже тяжело поверить. Однако в начале 90-х, после Чернобыльской катастрофы, Брагин планировалось полностью отселить, а сам городской поселок захоронить. Впрочем, сегодня об этих намерениях помнят уже далеко не все местные жители. Созданный в 12 веке городской поселок явно переживает очередной этап возрождения. В начале 2018-го здесь начались такие масштабные работы по благоустройству, что сравнить их можно разве что с послевоенным восстановлением. В течение года в горпоселке проведена реконструкция, в результате которой большинство объектов социальной сферы приобрело совершенно новый вид. Среди реализуемых проектов реконструкция районного дома культуры. По большому счету, от прежнего здания остались только фундаменты, часть стен. Даже зрительный зал полностью переделали, заменив те же кресла на противопожарные и расширив проход между ними. Что продиктовано современными правилами безопасности. Именно здесь находится главная сцена запланированных на ближайшее время праздников. 75-летие освобождения Брагина от нацистских захватчиков и проведения областных дожинок. В администрации ДК говорят, что основная задача дома культуры – концертная деятельность. Однако только этим здесь ограничиваться не собираются. Будут в обновленном доме культуры и киносеансы, и массовые праздники. Первое мероприятие прошло, это дожинки районные. Следующее мероприятие – это 75-летие освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Потом идут областные дожинки, идет парад Деда Морозова, ну и новый год. Активными участниками проводимых в районе мероприятий не против стать и воспитанники, справившие новоселье местной детской школы искусств. У этого учреждения непростая история. Созданная в начале 70-х и закрывшаяся почти на десятилетия после Чернобыльской катастрофы, она никогда не имела собственного здания. И занимала комнаты то в отделении одного из банков, то в здании районной больницы. А в последнее время – в приспособленных помещениях районного дома культуры. Теперь в администрации школы говорят о возможности увеличения количества учащихся. В новом учебном году количество желающих заниматься здесь явно станет больше. В данный момент в школе занимается 53 учащихся. Но это не предел. Дело в том, что я думаю, потому что родители приходят, родители интересуются, родители хотят, чтобы их ребенок поступил в музыкальную школу и получил дополнительное нешкольное музыкальное образование. Они заинтересованы, дети также заинтересованы. Сегодня в Брагине тяжело найти объект социальной сферы, которой бы не затронула масштабная реконструкция городского поселка. Санаторный ясли сад из их числа. В рамках масштабной реконструкции гор-поселка здесь не только благоустроили территорию, но и заменили устаревшие окна и двери. Это вообще уникальное учреждение. При поступлении большинство воспитанников имеют диагноз «часто длительно болеющие», что подразумевает наличие соответствующей оздоровительной базы. Хотя только ее укреплением дело не ограничивается. Говорят, что ко времени перехода в среднюю школу воспитанники становятся, если не вундеркиндами, то во всяком случае, очень подготовленными детьми. Дополнительные образовательные услуги на платной основе. Это иностранный язык английский, это хореография, это пение и интеллектуальные игры. Востребованность составляет 90% от всего количества детей. В Брагине уверены, увеличению количества детей будет способствовать закреплению здесь специалистов, в том числе молодых. В этом году только на главной улице городского поселка будет построено 20 усадеб. Когда-то здесь стояли дома брагинчан, выехавших после чернобыльской катастрофы в другие населенные пункты. Теперь пустующие участки обретут новых хозяев. Впрочем, строятся дома не только здесь. Эту застройку самые местные жители называют просто новым микрорайоном. Сергей и Елена Марченко новую квартиру получили в этом году как молодые специалисты. Муж работает в одном из соседних с Брагином сельскохозяйственных предприятий. Жена находится в декретном отпуске по уходу за годовалым Евгением. На вопрос о чувствах в связи с приобретением собственного жилья отвечают немногословно. Устраивает все. Даже ремонт проводить не пришлось. Нет, ничего не делали. Мебель сложили. Уютно нам, нравится, тепло. Сегодня все основные запланированные работы в Брагине практически завершены. Городской поселок приобрел новый вид современного районного центра Беларуси. Теперь порядок на своей малой родине поддерживать самим брагинчанам. Хотелось бы выразить слова благодарности областному исполнительному комитету в лице Владимира Андреевича Дворника за то, что все-таки выбор пал на Брагин и Комарин. Сегодня все эти перемены люди замечают. И наша задача, конечно, все это в дальнейшем сохранить и приумножить. Чтобы работа по благоустройству, конечно, уже меньшего масштаба, местного уровня, дальше продолжала. Посмотрите диалог. У нас в гостях сегодня заместитель председателя Брагинского райисполкома Николай Ищук. Николай Васильевич, дома, конечно, потрясающие построили для людей. Сколько всего их планируется? В этом году всех домов будет построено 27. 20 домов будут уже переданы нашим молодым специалистам в этом году. И 7 будут закончены в 2019 году. Я думаю, что из такого дома уезжать не захочется. Будет жалко его оставлять. На самом деле красота. Любой хозяин о таком мечтает. Вообще, все ли задуманное удалось за этот период реализовать? Объем работы был очень большой. Нам очень повезло, что уделили внимание нашему конкретно району. Потому что именно два населенных пункта делались в нашем районе. Комарин и Брагин. Поэтому были очень масштабные работы по ремонтам, по реконструкциям, по капитальным ремонтам, так и текущим ремонтам. Социальная сфера была полностью охвачена. И образование, и культура, как вы видели из репортажа. И здравоохранение. Были отремонтированы дороги в Брагине. Произведен текущий ремонт дорог в Комарине. Заменено очень много теплосетей. Как в Брагине, там в Комарине. Также произведена модернизация тепловой системы. Отремонтированы фасады домов. То есть объемы огромнейшие. И это, думаю, хочу сказать спасибо большое, Владимир Андреевич, что взял внимание нам, я думаю, это скажу, от всего населения Брагинского района. Замечательная традиция, на самом деле, приводить какой-то районный центр в порядок в течение года, начинать новую главу в истории целого района, его жителей. Прекрасная традиция. И к обсуждению этого вопроса присоединяются уже очень активно наши телезрители. Давайте уделим внимание их сообщениям. Очень радуют перемены, которые происходят в районе с праздником успехов и процветания. Вероника. Спасибо большое, Вероника. Спасибо. Добрый вечер. Когда начнут строить дом в Комарине? Спрашивает Мария. Ну вот, наверное, тоже впечатлили коттеджи. Да, да, да. Дом, я могу сейчас ответить на этот вопрос. Дом на 48 квартир для молодых специалистов будет закладываться в этом 2018 году, а сдача его планируется в 2019. Какой период? Можно уже спрогнозировать или пока не беретесь? Пока не берусь. Но уже в следующем году будет взят новоселье в Комарине? Да, да, да. Классно, Брагина демонтировали, но самое большое спасибо за детскую площадку. Татьяна поблагодарила. Детская площадка, да, на самом деле, и как потом, еще впереди у нас есть опрос населения, это объекты, которые для детей создаются, а не среди самых востребованных у людей. Есть и такое сообщение. Брагин, как говорили, на 44. У нас утеплили и покрасили только лицевую сторону дома. Когда будет произведен ремонт дома со двора? Ремонтные работы не будут заканчиваться по Брагину. Они будут продолжены своими силами и средствами, и также с бюджета Чернобыльского фонда. Поэтому этот вопрос будет стоять на контроле, и работы, я думаю, будут продолжены. Николай Васильевич, отправьтесь, пожалуйста, на Гагарина 44. Посмотрите, что там и какое качество этого произведенного ремонта. Еще осень, это время собирать урожай. Запланированы областные дожинки в этом году в Брагине, чтобы вся область увидела, как вы потрудились. Что планируется? Готовы уже встречать гостей? Конечно, готовы. Конечно же, для того, чтобы получить хороший урожай, наши сельхозники хорошо поработали. Наш агропромышленный комплекс был активно влечен в все процессы. Конечно, были погодные условия, не совсем они благоприятствовали получению урожая. Но, тем не менее, в этом году получили чуть более 29 тысяч тонн зерновых колоссовых и зернобобовых. Получили чуть более 19 тысяч тонн зерна кукурузы. Это больше, чем в прошлом году. Да, кукуруза, на самом деле, в этом году очень хорошо. Очень хорошего показала урожайность. Николай Васильевич, продолжим эту тему. У нас есть телефонный звонок в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Пожалуйста, не прерывайтесь. Говорите, мы вас слышим. Алло. Добрый день, Вольга. Добрый день, Вольга. И добрый день, Николай Васильевич. Дозвольте вклиниться вашу размову. Меня зовут Александр Павлович Тарестенко. Я со Швятогорского района, пенсионер. Но моя родина, это Брагинщина, Рудня Журавлева. Мне хотелось бы сначала повышать с теми святами, которые будут на Брагинщине. И выказать поддержку керевниству района за ту работу, которую они проводят под роджением района. И не только в городском поселку Брагине, а и на моей малой родине, у Рудни Журавлевой Брагинского района. Я в курсе усих падзей. Особливая падзяка старшинира исполкама, Кохану Александру Васильевичу, идеологам, Миколаю Васильевичу Яшчуку, Довгалявцу и всем тем работникам культуры, которые проводят мероприемства на моей малой родине. Особенно хочу поддякувать за добрую газету, которая выходит в этом районе. Там есть все, весь материал. Приятно читать такую газету и держать в руках. Работают там чудовные корреспонденты на чале с Галиной Адамовой Шавченко. Вось поспехов моей малой родине Брагинщине удача гненни, тех мероприемств, которые мы наметили, по тратичным выхованию молоди особливо. И надеюсь, что наше супрацовництво с керамистом района будет протягнуто и в наступном горе. Дякую за увагу. Дякую за такие ширые, добрые слова. Вельми приемно. Спасибо, спасибо. Но это говорит о том, что нам необходимо более активизироваться и побольше таких активных выходцев с Брагинщины по возрождению культурного наследия и общей деревеи и других населенных пунктов нашего района. Люди скучают по малой родине по своей. А Брагина это очень во многом коснулось, потому что многие уехали и после Чернобыля. И, конечно, в какой-то степени людям интересно знать, что происходит. На малой родине такие новости всегда как-то особенно греют сердце и душу. Есть вопрос на Вайбере. Добрый вечер. Когда будут выдавать квартиры в новом социальном доме по улице Гагарина в Брагине? Дома 24 квартиры. Я думаю, в ноябре месяце планируется передача ключей жильцам. В ноябре? Планируется в ноябре. То есть это уже вот на канале? Я надеюсь, никаких форс-мажоров не случится. Да, остается только пожелать удачи новоселам. Итак, чем вы особенно богаты в этом году? Мы уже немножко от вас узнали. На областных доженках будут представители Брагинского района в числе тех, кто будет выходить на сцену и получать награды и благодарности за свой труд? Конечно, я думаю, есть люди, которые достойны получения наград. Это в сфере и животноводства, и в сфере получения нашего рожая зерновых, зернобобовых и зернокукурузы. На долю Брагинского района выпало немало тяжких испытаний. Это и Великая Отечественная война, о которой мы говорили. Это и, к сожалению, катастрофа на Чернобыльской АЭС. Очень многие люди вас после этого покинули. На сегодняшний момент, как вы считаете, удалось уже Брагинскому району избавиться от этого ярлыка неблагополучия и такого прилагательного пострадавшей, которое к нему очень часто применяли? И так исторически сложилось, что Брагинщина очень часто страдала от различных революций, войн, сожжений. И вот страшная беда Чернобыльская авария тоже не принесла благополучного развития для нашего района. Но тем не менее, у многих, конечно, людей остаются на уровне ассоциаций. Брагинскому району значит пострадавший. Но на сегодняшний день большинство людей уже откроют от этого ярлыка. Мы активно развиваемся. Что есть доказательства, что именно в Брагинском районе прошел процесс благоустройства. Именно нас выбрали. Именно у нас будут проходить дожинки. Мы активно развиваемся. У нас активно развивается частный бизнес. Активно развивается инициатива людей. Я думаю, этот ярлык... Конечно, может, у кого-то и остался желание, что кого-то пожалели. Но этот ярлык, я думаю, с нас нужно снимать. Мы постараемся его на всех возможных площадках убрать. Тем, кто остался, все-таки кого не устроила судьба переселенцев, вы постарались местной власти создать условия. Очень многое сделано в последние годы. Но мы спросили у людей, что бы еще им хотелось видеть в районе. Давайте узнаем их мнение. Брагин не хватает детского кафе. Потому что детей надо более занимать, чтобы они как-то могли где-то свой провести досуг. Может, каких-то побольше площадок детских. Побольше сделать детских площадок. Потому что так в основном сделали одну возле школы, а таких вот еще пару штук поставить надо, чтобы детям было где играть. Хотелось бы что-то для молодежи, чтобы было куда-то выйти, посидеть. Потому что некуда выйти вечером, посидеть. А так все. Бассейн нужен, дорогие? Конечно. Желательно, да. И с детьми маленькими пойти в бассейн тоже было бы здорово. И для взрослых тоже. Я думаю, конечно, бы все хотели. Нет. У нас есть речка, нам не надо бассейн. Больше объектов для молодежи, наверное. Еще нужно было бы построить. Какие-нибудь... Больше спортивных каких-то комплексов. Больше, чтобы вечером куда-то сходить прогуляться можно было. Мясокомбинат. У нас строится сейчас ферма, по-моему, там новая. Почему бы на базе этой фермы не сделать небольшой мясокомбинат? Мы же покупаем все. Почему бы в район не сделать свои колбасы? Детский парк нужен, потому что нету, где детям находиться. В основном дети. Самое главное насчет не только дети. Вот я вижу, что спортшколу строить, это уже детям где-то заниматься. Вроде бы всего достаточно, но больше может быть игровых площадок для детей. А для взрослых? Ну и для взрослых тоже нужны какие-то культурно-массовые, досуговые такие мероприятия, может быть, больше проводить. А для взрослых, я скажу, дом культуры есть, чтобы какие-то кружки робили больше, чтобы концерты привозили. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о развитии Брагинского района. Николай Васильевич, вы насколько мнения местных жителей совпадают с мнением власти? Забота о детях – это забота о будущем, это вложения, инвестиции. Очень приятно слышать вот эти вопросы, потому что они совпадают с планами, которые запланированы своими планами по благоустройству. И люди, которые уже оценивают это мероприятие, отремонтирован стадион, на котором будет еще площадка для молодежи по воркауту. С новыми трибунами, площадка ледовая, площадка под пляжный футбол, спортивно-оздоровительный центр, где будет открыто новое отделение по вольной борьбе, где будут тренажеры у нас будут, где будут у нас два зала по тяжелой атлетике, где будет фитнес-зал, куда могут прийти и как люди молодого возраста, так и люди пожилого возраста. Большой спортивный зал, который будет в спортивной школах, где тоже могут люди прийти. Построен один спортивный комплекс, где строится у нас еще один торговый центр, строительство еще одной такой детской площадки большой. Также я проверил инициативу депутатский наш корпус, который тоже сейчас идет сбор денежных средств, строится еще одна детская площадка. Поэтому мы постепенно будем количество данных детских площадок увеличивать, потому что те, что были, они, конечно же, технически устаревают, их нужно менять. Поэтому активно в данном направлении будем работать, потому что дети – это будущее. И очень хорошо, что именно люди, первый вопрос – это дети, потому что дети – это будущее нашего района. Конечно. Ведь люди почему уезжают в большие города порой? Потому что хотят изменить условия для развития своих детей. А если они есть на родной земле, то и уезжать незачем. И вот в этом направлении, да, я вижу, что определенное стремление у вас есть. Кстати, вопреки чернобыльской угрозе, в Брагинском районе хороший уровень рождаемости. Да, да. Детский садик еще один не нужен? Нам, конечно, хотелось бы, чтобы у нас уже мест не хватало. Но на сегодняшний день у нас достаточно мест. У нас 10 садиков по району, 2 детских садика у нас в Брагине, 1 детский сад в Камарине. У нас достаточно мест. Но, конечно, мы ждем закрепления молодых специалистов, создания больше семей, с рождения детей. И ждем этого периода, когда у нас не будет хватать мест. Вот тогда и за садик возьметесь, да? Ну, а так детские сады у нас отремонтированы, они прекрасны, отремонтированные группы. Родители приходят, оценивают и положительно отзываются о проведенных ремонтах. Ну, вот надо привозить к вам молодых специалистов на экскурсию, да, чтобы увидели эти коттеджи, которые может получить семья, детские площадки. Кстати, есть сегодня много открытых вакансий в районе? У нас 130 вакансий. Основная масса этой вакансий – это квалифицированные специалисты. Это направление медицина, культура, лесное хозяйство. Конечно же, агропромышленный комплекс наш – это ветврачи, зоотехники, агрономы. 80% – это высококвалифицированные специалисты. Поэтому мы ждем специалистов, мы приглашаем специалистов. Наши руководители выезжают в учебное заведение. Поэтому, я думаю, строительство жилья, которое у нас идет, у нас закрепление молодых специалистов где-то 80% – это один из лучших в нашей области. Поэтому эти вакансии будут заполняться в будущем. Да, хотелось бы, чтобы побыстрее, но на самом деле вопрос собственного жилья – один из, кажется, мне самых важных. Если у людей есть хороший дом или квартира, то хочется остаться на этом месте. Есть сообщение, которое приходит. Выражаем благодарность руководству области Брагинского района за благоустройство Брагина и возможность нашим детям жить в красивом городе. Очень приятно. Да, это действительно очень приятно. Здравствуйте, Николай Васильевич. Жители деревни Кирова. Всех беспокоит вопрос по поводу почты, которую закрыли, и магазин, который закрыт два месяца. Небольшой, наверное, населенный пункт. Небольшой населенный пункт. У нас все населенные пункты обеспечены автолавками. Почта у нас тоже обеспечена. Малый населенный пункт обеспечен выездной почтой. Поэтому, насколько необходима потребность, выйдем к населению, изучим возможности и вопросы, это возьмем на контроль. Конечно, даже если там всего несколько человек живет, но... Они должны быть обеспечены. Люди должны быть обеспечены самым необходимым, конечно. И если почта – это для них единственная связь с районом и с областью, то, конечно. Добрый вечер, Гагарина, 42Б. Хотим узнать насчет прописки. Два месяца назад заселились и никак не могут прописать. Тоже новый дом, да, новоселы? Возможно, новый дом. Я думаю, наш ЖКХ вопрос решает. Не вижу проблемы в том, чтобы прописаться в том доме, который выделен. Сергей, если несложно, вам наберите, пожалуйста, наш номер и оставьте ваш номер телефона редактору. Да, чтобы можно было связаться. Да, с вами свяжутся специалисты. Я думаю, что все эти вопросы можно легко решить. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, когда будет ремонт моста в деревне Стежерное? Я думаю, изучение транспортной инфраструктуры нашего района, если есть потребность, я думаю, в ближайшее время они будут ремонтированы. Потому что тема строительства и ремонта мостом вообще в республике и в области на особом контроле. Ну, ситуацию эту знаете, да? Пометьте себе, пожалуйста, деревня Стежерное, мост, необходим ремонт. Пока все на нашем портале. Ждем еще есть около 10 минут. Для того, чтобы ответить на ваши вопросы, присоединяйтесь к нам. В Рагинском районе несколько супер-успешных проектов было резовано в рамках местных инициатив. При помощи программы про ООН. Расскажите, пожалуйста, вот вообще жители района люди инициативные, то есть сами готовы предлагать? Да, да. Я неспроста сказал, что мы отходим от ярлыка пострадавшие, потому что мы активно сотрудничаем на международной арене. Это и с городами по противным, заключаем договора с другими городами и с Италией. И вот мы активно сотрудничаем с ПРООН по финансированию наших проектов, финансирование через ЕС, через посольство Германии, США. И довольно крупные проекты мы ожидаем реализации в нашем районе. Некоторые проекты наши реализовались. Это формирование и семейных клубов по возрождению нашего культурного наследия, возрождение некоторых традиций наших. Это по формированию здорового образа жизни, это формирование безопасного поведения у наших детей. У нас созданный, например, в деревне Харковичи создан фитнес-зал для детей и молодежи, куда могут ходить. В деревне Чмирис и в школе полностью оборудованы новые мастерские, где дети могут, куда приходят и дети, и родители, заниматься работой по резьбе. То есть изготавливают и кресла-качалки, и стулья. То есть возрождается умение работать с древесиной. У нас, благодаря проектам, у нас возрождается театральное искусство. Поэтому, я думаю, такое взаимодействие... Это какая-то театральная студия, да? Да, при музее у нас есть свой... Любительский театр. Любительский театр. И мы будем возрождать его. Кроме того, у нас возрождается батлейка. И мы выезжаем... Такая народная традиция. Это искусство. Мы ездили, наша батлейка и в Москву ездила, и в другие регионы. Всем очень нравится. Ну, кстати, по поводу бедности культурной жизни. Очень часто говорят жители небольших населенных пунктов, как вы это воспринимаете? Какая она культурная жизнь, Парагиня? Ну, конечно, в этом году, может быть, с периода ремонта... Нет. Конечно, мы не должны оставлять. И даже пускай у нас находился на питательном ремонте наш Дом культуры, но мы выезжали с сельские населенные пункты. Мы возрождаем сейчас престольный праздник в каждом населенном пункте. И вот звонил с Рудней Журавлевым, бывший житель. Это тоже проводили сейчас мероприятие, дни деревень, куда мы выезжаем с Брагина коллектива, с Камарина коллектива, выезжают с сельские населенные пункты и проводим мероприятия. Поэтому ни один сельский населенный пункт не останется без внимания. Вы обещали. Вы обещали. А жители Брагинского района, я вижу, что люди инициативные. Я вижу хотя бы по нашему порталу на Вайбере, потому что вопросов прислали очень много. Сейчас у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Пожалуйста, ваш вопрос. Это снова Ёжи. Когда откроется КБО у Камрине? Николай Васильевич, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Спасибо большое за звонок. Тоже очень важно для села. Перечень услуг, которые оказывает наше КБО, это 11 видов услуг. Конечно же, есть небольшие экономические проблемы у данного предприятия. Ну, конечно же, есть конкуренции, есть частные предприниматели, но, тем не менее, этот перечень, социальный стандарт должен выполняться. И, возможно, он где-то сократится, количество работников. Но я думаю, в ближайшее время те запланированные мероприятия, которые по развитию КБО, они будут воплощены в жизнь и все нормализуется. Ну, Камарин – это крупный населенный пункт, я так понимаю, что там есть еще какие-то окрестные деревни, и жители приезжают для того, чтобы какие-то свои бытовые проблемы решить. Поэтому, конечно же, там он должен быть. Потеряла вопрос на портале, а интересовались, где можно узнать программу областных дожинок? Программу областных дожинок вы сможете увидеть на интернет-сайтах, на сайте Брайнского районного исполнительного комитета, на сайте газеты «Маяк Полесье» и прочитав «Маяк Полесье». Это районная газета, да? Районная газета, да. Капитальный ремонт дома по улице Гагарина, 46, начали 5 августа, работы идут очень медленно. Когда окончание работ? Опять улица Гагарина, такое ощущение, что сегодня вся улица. Это микрорайон, где стоит масса домов, и которые коснулось большое количество капитального ремонта и текущего ремонта. Естественно, что где-то определенные вопросы сыграло погодное условие, которые немножко затянули период. Я думаю, в ближайшее время все работы будут закончены. Вам нужно обязательно на улице Гагарина в ближайшее время побывать, Николай Васильевич, и все выяснить. Где, как покрасили, где почему-то что-то не закончили. Хотел еще отметить новость важную для Брагинского района, поздравить победы еще с одной. В этом году вы лучший город Гомельской области для бизнеса Беларуси, очень престижная награда. Какие ниши сегодня занимает частный бизнес в районе? Да, очень приятно, что национальном конкурсе предприниматель года наш выходец, номинация эффективный бизнес в сфере производства, осталось частное унитарное предприятие «Фарвардер», и они получили достойную награду. В нашем районе малый и средний бизнес представляют 59 юридических лиц, 11 из них – это доли государственной собственности, 96 предпринимателей индивидуальных, и поступление перечисления в бюджет от нашего малого и среднего бизнеса составляет 68,6%. В 2017 году это было 64%, то есть есть рост, и это очень большой процент. Поэтому я думаю, большое спасибо, что нас оценили, наших... А есть примеры реальных производств, открытия новых рабочих мест благодаря предпринимателям в районе? Конечно же, конечно же, открытые частные предприниматели – это по производству сельхозпродукции, открываются рабочие места, это наши, которые изначально были личные подсобные хозяйства, а дальше приходят КФК. У нас есть переработка древесины, очень активно развивается, где это заготовка древесины и переработка древесины. Конечно же, планируются и другие у нас впереди, я думаю, этот сегмент развития возможностей в нашем районе, он будет активно развиваться. Да, от этого очень многое зависит в развитии района, от наличия такой инициативы, а я, как уже не раз отметила сегодня, у вас люди действительно инициативные. С чем обращаются к местной власти? Вот каждую субботу проходит прямая линия в райисполкомах, с чем звонят? Ну, как и по сегодняшним звонкам мы слышали, основная тема – это жилищные, коммунальные вопросы и транспортная структура. Это основной перечень вопросов, которые у нас… Тяжело добраться, да, по району? Нет, это, конечно же, восстановление ремонта дорог, это проведение текущих ремонтов. Это основная проблема, которая может возникать. Но с учетом тех ремонтных работ, которые прошли в Брагине, в Камрине, замена теплосетей, замена системы водоснабжения, количество вопросов будет очень снижено. Спасибо огромное за сегодняшнюю беседу, такой она получилась сегодня насыщенной. Благодарю вас. Спасибо вам. Заместитель председателя Брагинского райисполкома Николай Ящук сегодня был у нас в гостях. Спасибо вам большое за внимание и за вашу сегодняшнюю активность. До встречи в эфире. Продолжение следует...